Тёплая солнечная погода – то, что надо для уборки урожая. Вот уже вторую неделю комбайнеры усиленно трудятся на полях. Из-за неблагоприятных погодных условий Бугульминский район одним из последних приступил к жатве. Догнать остальных на сегодня – это главная задача. Поощрение самых активных работников сельского хозяйства является традиционным мероприятием. Традиционно во время уборки компании определяем лучшего комбайнера по Бугульминскому району, лучшего комбайнера молодого комбайнера, а также лучшего водителя по перевозке зерна. Лучшим комбайнером последней декады стал Андрей Тугаев. Комбайнер с 20-летним стажем прекрасно понимает, что в такую погоду нужно успеть собрать как можно больше зерна. Работа, конечно, нелёгкая. Хлеб все, как говорится, кушают, надо убирать. Как бы это ни было трудно. Лучшим молодым комбайнером был признан Сергей Малыхин. Баранку комбайна он крутит всего второй год. Любовь к сельскому хозяйству передалась ему от отца, много лет проработавшего комбайнером. Урожай хороший, поэтому рассчитываю получить хорошую зарплату. Лучшим водителем по перевозке зерна стал Альберт Катиев, тоже работник подгорненского хозяйства. В жаркий период работы на полях сельские хозяйства не забывают и о животноводстве. Увеличение суточного надоя молока не теряет свою актуальность. Самый высокий показатель у доярки из хозяйства «Рассвет» Елены Малаховой. Пришла я неожиданно к этому. Я и не думала, что я буду. А потом втянулась. Сейчас уже никуда не хочу. Лучшим сельхозработникам каждую декаду будут вручать вымпелы. Именно они, которые год являются символом профессионализма и трудолюбия. Субтитры создавал DimaTorzok